30 сентября состоялось первое в этом учебном году заседание ученого совета Воронежского государственного университета. Открыл его ректор Дмитрий Александрович Яндовицкий. Глава вуза выступил с инициативой о присвоении звания почетный доктор ВГУ, лауреату премии Резерфорта Канадского королевского общества профессору Михаилу Юрьевичу Иванову. Здесь в этом университете у меня много друзей, сотрудников, здесь прекрасные студенты. Об итогах приемной кампании 2013 года и задачах на следующий год рассказала первая про ректор Елена Евгеньевна Чупандина. К нам присоединяется Борисоглебский педагогический институт, который в настоящий момент находится в состоянии перехода в структуру Воронежского госуниверситета. Ректоратам принято решение развивать инженерные направления на базе Борисоглебского педагогического института. Вопрос повышения оплаты труда в Воронежском государственном университете подробно рассмотрел в своем докладе про ректор Олег Николаевич Белинов. К 2018 году уровень средней заработной платы в ВУЗе должен превышать в два раза больше, чем средняя заработная плата по региону, в которой мы проживаем. В чем новая особенность состоит в том, что оклады профессор-каприбатологического состава, особенно которые имеющие степени, то есть кандидат и доктор наук, в состав оклада теперь входит не только базовая часть, но и выплаты за ученую степень, и вторая, обязательно такая надбавка твердая, это выплаты, связанные с исполнением должностных обязанностей, то есть это доцент, это профессор. По итогам обсуждений ученый совет постановил принять предлагаемую дорожную карту, направленную на реализацию программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда. Продолжение следует...